Общий объем доходов областного бюджета в 2024 году увеличится на 2,3 миллиарда рублей. Расходы на 2,2 миллиарда. Дефицит уменьшится на 112 миллионов рублей. С учетом поправок изменились и основные характеристики. В данном бюджете заложены средства на все социальные обязательства наши. Кстати говоря, более 40 миллиардов направлено из бюджета в социальную сферу. Заложены средства на повышение зарплаты бюджетникам. Ну и главное в нашем бюджете остается все-таки два направления. Это поддержка наших семей, поддержка детства и средства на развитие экономики. Расходы на экономику составят примерно 15,5 миллиардов. Из них больше половины отойдет Дорожному фонду. Профинансируют создание инфраструктуры для инвестпроектов. Более 700 миллионов направят на сельское хозяйство. Бюджет сформирован в программном формате. 14 миллиардов пойдут на образование. Депутат областной думы Дмитрий Ключарев поинтересовался, почему не работает федеральный документ, который предусматривает выделение средств на оснащенность образовательных учреждений автоматической системой оповещения о пожаре и эвакуации. Может быть, есть смысл все-таки какие-то деньги заложить под эту программу и войти, создать программу областную и двигаться. Потому что, я так полагаю, что есть мнение у некоторых чиновников, что до 30-го года далеко и еще все успеем. Руководитель Департамента образования сообщила, что в данный момент работы по установке или замене системы проводится в том случае, если школа участвует в федеральной программе по капремонту. Либо областной бюджет выделяет деньги точечно, если что не так. С 25-го года будет новый федеральный проект, национальный проект образования. Он продолжится. И сейчас у всех регионов запрашивают предложение в этот проект. Действительно, речь не о 24-м годе. Не обошли стороной тему трагедии в Южском районе. Напомним, пятеро школьников провалились в кипяток из-за подмыва грунта на теплотрассе. Владимир Гришин напомнил о федеральном законе, согласно которому необходимо составлять схемы прогнозирования не только износа тепловых сетей, но и возможных участков аварии. У меня вопрос департамента ЖКХ. Знаете ли вы об этом законе? Есть ли у нас схемы? И планируется ли у нас выделение муниципального образования из 140 миллионов, которые идут на поддержку жилищно-коммунального хозяйства по этим схемам теплоснабжения? К сожалению, департамент ЖКХ не выделяет средства на схемы теплоснабжения, актуализацию. Но департаментом ЖКХ выделяются деньги на модернизацию систем. Владимир Гришин уточнил, закон есть, но у нас не работает. Ну, я не могу отвечать, к сожалению, на этот вопрос. А почему, Дарья Михайловна? Это полномочия муниципалитетов. К сожалению, мы не можем никак на это повлиять. Депутаты поручили ведомству подготовить план мероприятий по реализации закона. Традиционно заложены средства на поддержание бюджетной обеспеченности муниципалитетов. Иными словами, неважно, какова экономическая ситуация в районе. В бюджете областном предусмотрены средства, которые помогают нашим муниципалитетам, нашим малым городам развиваться. Средства имеют разную направленность. В итоге все проголосовали за, за одним исключением. С 2011 года в регионе действует закон, согласно которому многодетные семьи могут получить бесплатный участок земли для жилищного строительства. 7,5 тысяч семей льготу получили. Однако 5,5 тысяч семей нет, поскольку подходящих участков не осталось. Возникают сложности с предоставлением земельных участков, особенно в районе города Иваново. А вы знаете, что эти участки, они еще должны быть, так скажем, обеспечены инженерной инфраструктурой. И на сегодняшний день сложилась очередь из 5 с лишним тысяч семей на получение данной социальной льготы. Прокуратура области вышла с инициативой внести изменения в закон и предусмотреть альтернативную меру поддержки. Выплачивать многодетным семьям, купившим земельный участок, 175 тысяч рублей. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.